Оставшаяся в наследство от советской армии группировка была громоздкой и не учитывала всех аспектов защиты страны. Поэтому были предприняты все меры по созданию оптимальной структуры и дислокации войск. Понимая стратегическую важность неприкосновенности морских рубежей, первый президент указом от 2 апреля 1993 года создал военно-морские силы, которые по сегодняшний день стоят на страже территориальной целостности и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря. Огромное значение придавалось защите воздушных рубежей нашей страны. 1 июня 1998 года был подписан указ о создании сил воздушной обороны. В свете изменения геополитической ситуации проведена масштабная реструктуризация сухопутной группировки войск. Значительно усилены южное и западное направления, где были размещены вновь сформированные соединения и части постоянной боевой готовности. В 2000 году созданы южный, восточный, западный и центральный военные округа. Впоследствии они преобразованы в самодостаточные и боеспособные группировки войск, региональные командования Юг, Восток, Запад и Астана. 6 июля 2000 года созданы аэромобильные войска, затем реорганизованные в десантно-штурмовые войска. В то же время, как отдельный род войск образованы ракетные войска и артиллерия, они составляют основную огневую мощь сухопутных войск. В 2003 году окончательно утверждена трехвидовая структура вооруженных сил. Сухопутные войска, силы воздушной обороны и военно-морские силы. Эта структура максимально соответствует современным потребностям обороны страны.